Прикусили, а зараз музыченьки запрошили до забавы. Запрошим, а? И снова всем здравствуйте. Рассмотрим очередной пример аналоговнетного импортозамещения. Не безызвестный тот факт, что в результате тех ужасных разрушительных действий, которые РФ начала и продолжает на территории Украины с февраля 2022 года, французская компания Рено в марте месяц благополучно эвакуировалась из рынка, оставив московский автозавод, дабы не понести как минимум репутационные потери и прочие радости жизни. Правые ребятки под улюлюканье народных масс под шумок гордо переименовали завод в москвич. Наверное, дабы еще сильнее возбудить память граждан, люто ностальгирующие за великим и дефицитным совком. Спустя некоторое время гордо и решительно заявили, что будет разработана новая платформа и так далее и тому подобное. Вот прошел месяц и появляется грандиозная новость, что москвичи уже будут выпускать пачками сотен, а после и десятками тысяч, в том числе электромобили. Причем в этом будет помогать завод КАМАЗ, который уже давно широко известен и любим по легковому выкидышу КАМАЗа, или в простонародье АК. Но при виде модельного ряда меня сразу же начали терзать смутные сомнения. Пару минут гугления и... да это Жак. Да, только конечно не тот, который Кусто, а тот, который из Поднебесной делает автомобили. Итак, пройдемся по модельному ряду. Модель под гордым номером 1 не что иное, как Жак X4 или GS4. При этом есть и электрический брат-близнец Е40Х. Самое смешное, что в одном издании даже подчеркнули, что электрический именно голубой. Не иначе, как последствия обстрела натовскими ЛГБТ-ракетами. Модель под номером 2 это всего лишь Жак X6. Модель 3 а-ля Шпрот-седан Сеул А5+. А четвертая модель это Жак X7. Вот такой аналоговнетный ответ загнивающему западу из дружественного капиталистическо-социалистического Китая. Как говорится, те же Фаберже, только в профиль. Ну все, теперь можете разгружать фуру лайков и дизлайков этому видео. Или неистово бомбить и кидаться комментариями внизу. Всем спасибо за просмотр. Мира, добра и всего хорошего.